Видео снимается специально для канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. Всем привет! Сегодня поговорим на тему, как убрать царапины с холодильника. Откуда вообще у нас могут появиться царапины на холодильнике? Ну, конечно, из-за нашей неаккуратной эксплуатации. В первую очередь, обычно возникают царапины при перемещении холодильника. То есть, если мы его переставляем с места на место, если мы его транспортируем куда-то, перевозим, бывает, что грузчики у нас могут быть неаккуратны, и вследствие чего у нас появляются царапины. Они, конечно, портят внешний вид холодильника, поэтому, в общем-то, хотелось бы от них избавиться. И что в таком случае можно сделать при помощи домашних средств? Что мы можем использовать? Если холодильник у вас белый, то, в общем-то, вы можете воспользоваться таким средством, как зубная паста. Важно выбрать здесь зубную пасту без каких-то вкраплений, не цветную пасту. Разумеется, она должна быть чисто белая. Мы должны нанести на царапину зубную пасту. Можно это сделать с помощью старой зубной щетки. В общем-то, после того, как мы нанесём пасту и дадим ей подсохнуть немножко, можно после этого ещё раз повторить, снова нанести, распределить аккуратно и оставить на некоторое время, чтобы она подсохла. И после этого можно это место, где есть на царапины, на которые мы нанесли, в общем-то, эту пасту, его нужно аккуратно вытереть полотенцем, салфеткой, тряпкой, какой-то ветошей, чем угодно. Но это главное делать аккуратно, не без надавливания, потому что иначе потеряется весь смысл нашего действия. Мы вытрем ещё из этой царапины это средство, которое туда нанесли. Второй способ, который мы можем использовать, это при помощи детского мыла. Тоже вполне рабочий способ замаскировать царапину. То есть в этот шов мы также намазываем мыло. И можно также нанести при помощи старой зубной щетки. И опять же затираем это место салфеткой или какой-то тряпкой. Что делать, если у нас царапина возникла на какой-то пластиковой части? То есть бывает на ручке. Ручки у меня, к счастью, нет ручек у холодильника. Но если у вас есть ручка и поцарапалась именно ручка, на ручке вообще всё достаточно просто. То есть можно даже не стараться замаскировать её, это место, а воспользоваться огнём. И спичкой, зажигалкой, свечкой аккуратно на расстоянии сантиметра где-то подержать пламя от места, от царапины. И в этот момент пластик у нас растает, начнёт плавиться, и царапина сама собой может затянуться. То есть вот такой способ, конечно, не переборщить. Иначе, в общем-то, получите отрицательный результат. Наоборот, только испортите вашу вещь. В общем-то, конечно, нужно быть аккуратней. Если вы перевозите холодильник, закрывайте все выступающие места, все края. Да, уделите упаковке особое внимание, чтобы не пришлось потом маскировать царапин. Поскольку царапин – это не просто декоративный дефект. В этом месте ещё будет начинаться коррозия как раз в холодильнике. То есть туда при попадании влаги будут развиваться неприятные симптомы, такие как ржавчина. Поэтому, в общем-то, лучше предвосхитить, чем потом устранять. Я надеюсь, что видео было для вас полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Всем пока. И видео принадлежит каналу «Всё о стираемных машинах и бытовой технике». Спасибо.